ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! С вами Инспектор Гаджет! Привет! Так, 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 подожди! Ты что тут делаешь, Сиплый? Ты же в отпуске! А ты давно телек смотрел или в интернете был? Я был? Не ВКонтакте! Так, короче, что случилось? Эй, я фьяпла, йокудль! А-а-а! Ты все-таки подцепил ту заразу! А я тебе говорил, нужно было сразу проверяться! Гаджет, ты одноклеточный! Это название вулкана, из-за которого Европа закрыла практически все воздушное пространство! Отличная новость! Значит, я сегодня твою работу делать не буду! Соберись, мы начинаем! Фейл, ход, ньюс! Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать кристаллов Сваровски и семьдесят часов работы на то, чтобы сделать из нормального Иксбокса Иксбокс для тупых блонд, которые максимум на нем сыграют вива пиньята! Голос! Что-то тебя не слышно! Давай обзоры! Вулканец! BlackBerry Curve 8520 Аппарат BlackBerry 8520 Curve выглядит бюджетненько! Дешевый пластик, мелкие кнопочки на клавиатуре, экранчик скромный! Он, правда, и стоит подешевле, но тем не менее! В остальном довольно типичный BlackBerry с характерным укороченным экраном алфавитной клавиатурой! Экран не сенсорный! В качестве навигационной клавиши используется миниатюрная сенсорная панель! Она удобна, хотя, пожалуй, слишком чувствительна! Интерфейс предельно прост! Главное окно рабочего стола – меню с крупными пиктограммами! Набор ПО стандартен для платформы BlackBerry – утилиты, коммуникации, несколько игрушек! Аппарат русифицирован, правда, перевод на русский оставляет желать лучшего! Чего стоит перевод названия игры Арканоид, как разбивающий кирпичи! Впрочем, главная фишка BlackBerry – почта и все, что с ней связано! Она там действительно удобная и хорошая! Бегает быстро, в режиме пуш – пушит, как зверь! В общем, почти без проблем! Почти, потому что аппараты привязаны к МТС, которая предоставляет услугу BlackBerry интернет-сервер! А у МТС есть несколько неприятных ограничений, главное из которых – размер оттача в письме не может превышать 3 МБ! Кроме того, принудительно выключены BlackBerry Messenger – штука типа аськи, защищенная от перехвата – и Wi-Fi! Модуль есть, а Wi-Fi нет! Если кому-то он нужен, придется похимичить! Плюс есть непонятные ограничения при работе с BlackBerry App World – глобальным магазином программ! В теории все должно работать! На практике ругается, мол, не та страна! Ну и напоследок, аппараты, залоченные на МТС с другими сим-картами, работать не должны! В целом, своих десяти с чем-то тысяч BlackBerry Curve 8520 не стоит! BlackBerry сегодня пытаются сделать модным! Уже появляется реклама с рассказами, как его любит Мадонна, Обама и прочие гламурные звезды! Но надо осознать, что это все-таки офисный аппарат! Голос! А ты знаешь, что из-за твоего вулкана авиакомпании потеряли, по меньшей мере, 1,7 миллиарда долларов? Ты вообще, понимаешь, какие-то огромные деньги? Я тоже потерял! Что ты потерял? Твоя девственность не в счет! Да просто обидно, гаджет, понимаешь? Я так долго планировал, а тут... А тут... А тут есть повод проехаться на боковушке возле туалета! Да ну тебе! Ладно, кончай ныть! Взлетят твои самолеты вверх, как и цены на тушенку во время ядерной войны! Обзоры продолжай! WD-TV Live Вообще-то, больше всего WD-TV Live походит на внешний жесткий диск производства той же самой компании Western Digital из серии MyBook Однако в комплекте с этим аппаратом поставляется пульт дистанционного управления Так что, похоже, внутри этого корпуса скрывается не просто винчестер Честно говоря, винчестера внутри нет совсем И тем не менее, это вполне полноценный медиаплеер Просто воспроизводит он файлы, которые хранятся не на нем самом, а на любом внешнем устройстве В том числе и на устройстве, к которому можно обратиться через локальную сеть Сетевой разъем на корпусе присутствует Кроме того, можно подключить к WD-TV Live любой внешний накопитель с интерфейсом USB Flash-брелок, например И если там есть видеоролики, или фотографии, или музыка Все это будет воспроизводиться Самый простой вариант через соединение HDMI Там присутствуют и аудио, и видеоканалы Однако можно и вывести звук отдельно на колонке Через обычный 3,5-мм штекер, либо оптический коннектор И воспользоваться аналоговым компонентным видеовыходом Интерфейс плеера очень простой и внятный Отлично русифицирован Собственно, WD-TV Live совершенно элементарный в использовании агрегат Как раз благодаря тому, что внутри устроен по уму СТГ Самым тупым гаджетом на этой неделе признается фак-хеликоптер Летающая хрень, это, конечно, забавно Но изобретение явно тупое и тянет на 7 баллов Хм, я б даже больше поставил С некоторых пор не люблю все летающее 9 Согласен Продолжим Гигабайт G-Smart G1205 Даешь коммуникаторы для народа Дешевые, но хорошие Мощные, симпатичные и функциональные Компания Гигабайт услышала чаяния миллионов потенциальных покупателей И в 2010 году обещает массу новых, недорогих и функциональных моделей на базе Android и Windows Mobile Первая из этой плеяды – бюджетный двухсимовый коммуникатор Gigabyte G-Smart G1205 за 8 990 рублей Машинка на первый взгляд обычная, ну, по сегодняшним меркам Гладкий брусок с узкой полоской кнопок под ним, ну и с глянцевым экраном, это, конечно, минус Включаем Тоже вроде бы ничего особенного Все как у любой другой модели с Windows Mobile 6.5 Кнопочки, сообщения, сеть найдена на SIM-1, сеть найдена на SIM-2 Стоп, две сим-карты? В аппарате с ценой менее 10 тысяч рублей? В коммуникаторе? С точки зрения характеристик G-Smart G1205 аппарат очень неплохой На гигабайты встроенной памяти рассчитывать не приходится Но они никому, как правило, и не требуются, если есть возможность вставить карту microSD Два сотовых модуля обеспечивают подключение к GPRS Edge Есть Wi-Fi, Bluetooth, GPS-модуль, FM-радио, 3-мегапиксельная камера Единственная явно бюджетная черта – экран Он достаточно крупный, 3,2 дюйма по диагонали, но разрешение всего 240 на 400 пикселов Интерфейс новой версии мобильной винды изобилует спецэффектами, причем достаточно сильно нагружает систему В целом машинка не очень шустрая, ну, что вы хотели за 9 тысяч рублей К функциональности претензий нет Тут G-Smart G1205 легко уделывает даже некоторые топовые коммуникаторы других марок В комплект входит навигационная программа, пара мелких аксессуаров и сим-карта со специальным льготным тарифом для передачи данных Он привязывается к основной симке На счету сразу после покупки есть 15 мегабайт мобильного трафика Емкость аккумулятора 1300 мАч Ну что, Голосок, вроде бы обо всех гаджетах рассказали Гаджет, ну а что нам оставалось? Действительно, с вами был Инспектор Гаджет И помните, я докопаюсь до правды Чмоки Муканик Покедова Субтитры сделал DimaTorzok